Коктейль ягодный. Вот один из моих самых любимых, потому что применять можно, начиная от аутоиммунных протоколов, заканчивая любыми элиминационными диетами, конечно, с поправкой на рацион питания, но все-таки. Давайте посмотрим, что вошло. Крео-порошок жирин овса, плодов воронни, рябина черноплодная, один из моих самых любимых продуктов, о нем могу говорить бесконечно, в своем блоге, по-моему, 4 или 5 статей посвящал ей в свое время, потому что, ой, если бы вы знали, сколько американцы провели исследований по рябине черноплодной за последние 20 или 30 лет. Я удивлен, что сейчас про нее практически забыли на нашем постсоветском пространстве, а ведь в моем детстве она постоянно была с нами и в виде плодов, и чай заваривали сушеный, и варенье мама варила, и вот чего только не делали, и пастила, и джем. Вот, наверное, богаче полифенолами ягоды, да, но редко встретишь. Там настолько мощная антиоксидантная защита для организма. Ну, вот, может быть, я мало про другие ягоды читал, да, про эту я знаю достаточно, вплоть до того, что проводились исследования, да, между соком черноплодной рябины без мякотью и с мякотью. Так вот, эффективность с мякотью, а вернее, даже я скажу по-другому, эффективность жмыха пять раз выше, чем сока. Это я о чем говорю? О том, что все-таки полноценно брать ягоду целиком, а не воду или влагу, да, которая содержит определенное количество питательных веществ. Что еще в коктейле ягодном? Шиповник. Про шиповник все знаем, все любим. Малина. Здесь вообще отдельная история. Малина. Наверное, второй продукт, который я могу назвать по силе равный, а может быть, даже превосходящий ее, это гранат. Содержит элогиновую кислоту. Вот прям реально мощнейший антиоксидант. Посмотрите, если будет время или желание, в интернете исследование по поводу элоговой или элогиновой кислоты, да, и по ее эффекту борьбы с раковыми клетками. Правда, на людях пока еще не проводили исследование, пока было проведено на мышах, как говорится, и крысах, да, и в пробирке. Но эффективность есть. Черную смородину относим туда же, куда и, собственно говоря, малину, крыжовник, черника. Все эти ягоды, это ягоды с высоким антиоксидантным защитным свойством. И, кстати, может быть, познакомлю вас в будущем с таким понятием ОРАК, это список, который показывает продукты, содержащие наибольшее количество антиоксидантов. Есть такой, как бы, рейтинг, да, американские, это американская USDA, Министерство сельского хозяйства в свое время научились определять и составлять вот такой перечень. Вот здесь практически все ягоды из первой, ну не десятки, потому что первая десятка, как ни странно, это специи, да, по уровню антиоксидантов. Назовем так, из первого полтинника хорошего, брусника и клюква. Про клюкву я вам уже говорил, брусника, ну, сочтем сегодня за аналог. О чем у нас говорит коктейль ягодный, да, о чем кричит нам. Ну, не зря он называется иммунным, потому что первая основная функция его это укрепление иммунитета и насыщение организма витаминами и минеральными веществами. Плюс противовоспалительное действие и благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт. Эффективное средство при авитаминозе, а также повышает устойчивость организма к инфекционным и вирусным заболеваниям. Облегчает работу органов выделения человека. При детоксе незаменима. Потому что вот все промежуточные метаболиты, которые образуются, да, после того, как они приобретают водорастворимую форму, только выделительная система дальше должна хорошо работать, чтобы вывести их у нас из организма. Ну, и как я уже говорил, защищает организм от действия свободных радикалов. Потому что имеет огромное количество активных антиоксидатов.